Дамы, господа, наступил, наступил долгожданный момент. Сегодня мы записываем видеоролик, который будет озаглавлен как последний пердёж деда. Да, отпердел дед своём. Сейчас, досматривая New View от наших друзей из различных городов и стран, где-то, как бы, принимает решение снять последний, окончательный, финальный пердёж. Хотелось бы просто напоследок посмотреть, как выглядит этот мультиколор в конце. Как там, что там. Что там на Алон Кожина и на Газманина. Вот, как вы помните нашу историю, предыдущую, значит, история развивалась вот таким образом. Вчера с помощью объединённых усилий Санкт-Петербургской школы скатурмизма и Польской школы скатурмизма мы смогли поднять, вот, в темноте не видно, ДИФДЕ, вот тут зелёным глазом моргает нам, и ЦФ-карту. Сегодня мы ещё и купили, а вот, вот, финальный пердёж. Вот он, давайте-ка его получше разглядим, как он тут выглядит. Ну, в принципе, вполне достойно, очень достойно себе выглядит. Ну, что стоит отметить, конечно, пока, пока не будет дифтулов для рисования этих картинок и ещё более других картинок, пока мы будем заниматься конверсией, и пока министр раз в тысячелетие будет рисовать нам одну-две картинки вот в такой стилистике, мы, конечно, далеко не увидём. Нужны дифтулы, нужно дорабатывать вот эти вот все ваши редакторы, чтобы широкие слои художников могли нормально рисовать. Там же ведь, как вы понимаете, когда вот мы хотим сделать вот такое вот, а даже, может быть, ещё можно лучше сделать, там же от рисования нужно переходить к программированию отчасти. И художник полноценно включает в процесс разработки. Вот, собственно, это вот всё, что я хотел посмотреть от The New You. Видимо, надо ещё одну работу смотреть, забыл, как она называется, от Газмана. Там поядрение ещё немножко было всё. Вот, а почему пердёж последний? Вот перд-тест 0.1. К сожалению, вы не доставили вот тут нам других перд-тестов. А это не финальная версия, значит, вот так сейчас выглядит перд-тест 0.1. Здесь вот надо нажимать, если я правильно помню. Значит, я понажимаю, вот 1 я нажимаю и держу. Всё, вообще как бы упало. Сейчас ещё попробую 2 понажимать. Это вот я 1 просто нажал и отпустил, жёлтый бордюр, и потом как бы ресет. И вот сейчас будет ещё 2. Тоже жёлтый бордюр, ничего не виснет. А вот голубенький ещё бордюр. По остальным кнопкам как бы реакция различная. Вот, перд-теста нормального нет. Давайте ещё посмотрим АИ-тест. Какой-то у нас тут вот есть АИ-тест 4. Вот, здесь картина вот такая вот. Ну, она, в принципе, хорошо нам всем известна. Это АИ-грек. Это как бы вот какие-то порты, что-то ещё. Честно говоря, не совсем понятно, почему вы не можете всё вот это, все эти инновации, тестирование, соединить в одну большую утилиту. Пусть она последовательно работает, пусть она тест за тестом запускает, пусть она в конце финал некий выдаёт. Да, ну, чтобы можно было запустить одно и вот сразу всё посмотреть. Было бы, мне кажется, очень неплохо так сделать. Вот, и ещё одну проблему давайте рассмотрим, которая вчера вскрылась. А, сегодня. Сегодня дед купил картридер просто и вот перегнал тут свежих релизов в специальную папочку 20-20. И что он видит? Вот тироток финал. Смотрите внимательно, да? И вот какой из этих тиротоков финал-финал? Непонятно, да? Нам вот так догадываться можно. Всего лишь первые 19 символов видны в релизе вот в прошивке фатвария 12-й версии, которые я использую. Я абсолютно уверен, что в новых там операционных системах всё видно лучше, но всё-таки давайте именовать релизу как-то более культурно. Ну, чтобы там как-то... Я не знаю, что я сейчас запустил, да? Пофикшено оно для моей машины, не пофикшено, непонятно. Тем более, что вот этот начальный эффект я тоже всегда не понимал, как он правильно должен работать. Вот, проявление логотипа, мне не совсем было всегда понятно, что верно, а что неверно. Ну, такое ощущение, что вот это верная версия всё-таки, она пока как бы не... Вот. Ну, и, собственно, почему мы всё это время не убавляем звук? Потому что мы хотим напоследок, напоследок, в последний раз, в последний шот завершающий, окончательный. Мы хотим, конечно же, насладиться истинным, каноническим пердежом. Благо, нам предоставлен специальный этап, карающий этап Колоногорова. Ну, как выясняется, не Колоногорова, на самом деле, а профессора, но это не важно. Давайте посмотрим, как выглядит, а самое главное, как звучит пердеж. Собственно, вот и всё. На этом мы завершаем сегодняшнее мероприятие. Сейчас дед приступит к манипуляциям, ну, и, собственно, доложит вам по итогам дня, итогам дна, я бы даже сказал. До новых встреч! Подписывайтесь на канал с этим пердежим с дедом, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там все новости, весь хардкор. Вот. Ну, и давайте посмотрим, сможет ли дед ещё почудить. Вот. Кто знает. Может и сможет. Может и сможет, тем более, что теперь у него в руках есть мощное оборудование. До новых встреч! Большое всем спасибо! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok